В честь юбилейной даты в ДК железнодорожников наградили лучших сотрудников ГИБДД со всего региона. Поздравить людей, обеспечивающих безопасность на дорогах, приехали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина и областные власти. Я хотел бы сегодня, зная реальное состояние дела, ваш вклад в защиту жизни и здоровья людей, искренне вас поблагодарить за вашу службу, поблагодарить за совместную работу по предупреждению о военной ситуации. Мы сегодня, вот до сих пор, если говорить по исполнению ремонтных дорожных работ, мы являемся по нацпроекту лидерами встанем. Это благодаря тому, что мы вместе с вами и по аварийным участкам, и перекресткам, заранее, заблаговременно, на основе глубокого анализа ситуации, принимаем проектные решения, о том, воплощая их в жизнь опережающего человека. Я в числе многих сотрудников, которые сегодня удостоились чести получить награду за хорошие показатели в служебной деятельности. Любой гражданин, уже не говоря о профессионалах, сотрудниках Государственной инспекции безопасности дорожного движения, он видит, как меняется наша жизнь, какой становится дорога, какое количество транспортных средств на ней. Ну и, соответственно, мы не можем не заметить, что и улучшается инфраструктура дорожная. Несмотря на возраст, инспекция становится моложе, а техническое оснащение – современней. Сегодня вы несете службу на контрактальных машинах. Мы создали мото-взвод. В стране немногих субъектов могут быть этим, как бы, по-фастам. Результаты труда сотрудников Госавтоинспекции заметны каждому. На протяжении более чем 10 лет мы ежегодно снижаем показатель аварийности на дорогах Самарской области. Так, если, допустим, по итогам 2012 года у нас было более 700 человек погибших именно в регионе, то по итогам, соответственно, допустим, 2020 года уже 300. Госавтоинспекция Самарской области была и остается самым мобильным подразделением, но неизменной остается цель – контроль за безопасным движением по дорогам региона для сохранения жизни людей. Гульфия Сафина, Ольга Хомаракулова, Николай Епифанов. События.